да теория вкуса я действительно очень далек от дизайнерской тусовки возможно здесь впервые что многом свидетельствует я еще что-то скажу о статусе модных мест но вот то что я здесь впервые наверное чем-то говорит а баба мне разумеется они вместе а так вот у социологов но социологи вы знаете занимается неравенством какой-нибудь борьбой желательно классовой но можно и против любой другой формы несправедливости социальными структурами они занимаются чем-то подобным в общем кажется что очень далеко от 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 вкуса или от искусства но на самом деле последние десятилетия интерес к вкусу был очень велик но и даже не последние телеть а может уже скоро последнее столетие даже больше чем последние столетия и связано это было сам следующим обстоятельством вкус представляет собой институт в том смысле что как другие институты например государства он существует не во всех обществах наша идея вкуса отсутствовала в некоторых цивилизациях включая включая собственно нашу цивилизацию если считать что есть российская цивилизация которая уже сколько-то тысячи лет так вот на протяжении большей части и развития такой вещь как вкус не видимо не было в московском царке 17 века не было вкуса бояре при царе алексей михайловича могли мериться и с удовольствием это дело знатностью военными заслугами благочестием богатством много чем если подумать но но вкусом они не мерились никогда у них не было идея которая есть у нас того что существует определенное измерение оценки людей а по тому насколько у них хорош или насколько плохой вкус а причем это измерение оценки что очень важно для нашего понимания вкуса но в некотором смысле вне моральное то есть мы признаем что может быть очень хороший человек с очень плохим вкусом или очень плохой и с очень хорошим типа ганнибала лектора а так вот это в неморального измерения оценки которая характерна для европейцев последние скажем три или четыре столетия московском царстве по бой вероятно в большей части даже сложно организованных обществ не было она откуда-то появилась видимо в европейское возрождение она была значительно раньше на востоке но появилась она не потому что была заимствована здание востока потому что как-то сама собой эволюционировала интерес социологов к ней был связан прежде всего с тем что границы которые очерчиваются вкусами вот люди с хорошим вкусом люди с плохим вкусом часто оказывается на время на классовыми границами то есть это границы которые совпадали с разными формами социального неравенства и те кто находился в иерархии выше считались носителем хорошего вкуса а те кто находился в иерархии ниже наоборот плохого если мы говорим о классовой или об этнической иерархии это было не так с гендером а потому что как раз женщины традиционно считались носителями хорошего вкуса и во всех формах культурного употребления женщины во всех западных обществах участвует значительно энергичнее мужчин а но вот с такими традиционными форме класса и этнического неравенства корреляция вроде бы была совершенной то есть вот наверху были люди которые читали просто внутри внизу были люди которые читали донцову а поднимите руку те кто читал дарья донцова 433 одна рука поднялась потом упустилась все-таки 34 а я вернусь к даре донцовой обязательно но вода дарья донцова в смысле театра вкусов считается вот таким архетипом плохого вкуса в литературе надо быть смелым человеком чтобы в этом признаться в том что вы ее читали опрос наоборот хорошим надо быть смелым человеком чтобы не признаться что не читали не планируете или улица например а так вот этот самый вкус каким-то образом до служит проведению социальных границ он указывает на людей одного круга принадлежащий к одной субкультуре обычно то что считается высокой или легитимной культурой это культура господствующих наиболее благополучных экономически в других отношениях групп если мы берем обычные западные капиталистические общества это было не совсем так советском союзе про советский союз если успею еще скажу но в принципе на протяжении столетий хороший вкус был вот начали придворным а потом высшим буржуазным а первым социологом очень коротко я пробегусь по истории изучения который писал про вкус много был веблен у него самая известная книга вышла в девяносто девятом году называется теория праздного класса там есть специальная глава у стяжательском вкусе собственно главный тезис веблена состоит в следующем на протяжении столетий над западной цивилизации давлеет культура которая появилась когда-то очень давным-давно во времена варварские времена и она противопоставляла хищников которые могли себе позволить отнимать у других и жертв те кто не мог ничего позволить а вынужден был отдавать то что они произвели хищником а хищники были богаты и демонстрировали с удовольствием другу свое богатство какой-нибудь варварский король таскает собой свою казну и всем показывает сколько он мог награбить и как много у него не отняли вот каких-нибудь французских хрониках потеря казны было абсолютной потерей государственности как сказали бы в наши времена в том смысле что если уж король потерял казну значит удачу короля оставила все можно ним ставить крест а и кроме собственно денег и демонстрации денег можно было демонстрировать как символ своей хищнической успешности праздность праздность подразумевает что вы не нуждаетесь в том чтобы работать чтобы себя покормить а это значит отнимаете у других поэтому хищники никогда не опускались до того чтобы работать или по крайней мере если они работали а то есть иногда они собственно делали физически сложные вещи например они воевали с другими хищниками они занимались охотой но по определению то чем они занимались должно было не являться работой в смысле низменной руками и непосредственно правильный на пропитание можно было весь день гоняться за каким-нибудь оленем но это не для того чтобы его съесть ну или иначе как вот на перу потом и главное не для того чтобы продать ни в коем случае не работать за деньги собственно джентльмены еще в начале двадцатого века даже в америке которые якобы целиком капиталистическое и стяжательское общество в америке существует прослойка джентльменов об который считает ниже своего достоинства работать иначе как для развлечения есть прекрасная книга биография говарда и филиппа лавкрафта спрэк-де-камп всячески советую спрэк-де-камп американский фото сейчас не очень известно боюсь что середина двадцатого века написал одну из первых биографий говарда лавкрафта гораздо более известного чем спрэк-де-камп хотя во время их жизни было наоборот и лавкрафт вот предстает там последним ново английским джентльменом который отказывался сходить на собеседование по устройству на работу хотя бедствовал иначе как в порядке опыта чтобы приобрести чтобы распотешить себя писал своим корреспондент но не мог джентльмен его круга пойти устраиваться на работу чтобы заработать денег это было совершенное табу а вот это вот такая культура хищников а когда хищникам нужно богатство похвастаться друг перед другом они показывают богатство и они показывают свидетельство того что они не работают но средства того что не работаешь показать в общем то сложно как это сделать если люди не видят что вы фактически не работаете а вдруг вот они отвернутся а вы за углом займитесь чем-нибудь производительным а веблин говорит что наши современной культуре однако есть институт который показывает что вы точно не работаю это образование современное ему образование кроме инженерного и разных других прикладных форм веблин очень не любил он читал что она является демонстративной праздностью если вы пошли изучать историю искусства значит ваша семья могла оплатить очень дорогое абсолютно бесполезно никогда не окупающиеся образование про дизайн он сказал бы все то же самое то есть дизайн а не вполне расцвел вот как такое вот культурное явление в его эпоху поэтому про него не специальную главу но я не главы но если веблин дожил он бы безусловно сказал все что думает то есть разные наблюдения объединил в одну главу во первых что столько подразумевает стяжательская культура в отношении вне внешнего вида предметов она подразумевает что прекрасным является то что на самом деле дорого мы считаем что серебряная ложка прекрасная алюминиевая уродливая не потому что здесь какая-то объективная прекрасная уродливая которая вот задана внешним физическим миром потому что наша стяжательская культура научила нам оценивать дорогую вещь как прекрасную так что идти интуитивно мы схватываем и оцениваем более дорогой предмет как более привлекательные свидетельствующие о лучшем вкусе каждый человек который заходил когда-нибудь в большой магазин одежды вдруг обнаружил что в глаз останавливается на каком-то предмете а затем с неприятным неприятным чувством находил себя что это предмет стоит три раза дороже чем любой другой видимо знает о чем веблин говорил а а во вторых разумеется хорошие красивые изысканные изящные вещи это вещи которые скрывают себе какие-то культурные кода чтобы выучить культурные коды нужно освоить определенную программу эстетического образования а эта программа абсолютно ничего не полезно кроме для того как для того чтобы считывать эти коды которые считывают только исключительно другие такие же принадлежащие к праздной культуре люди определенного слоя а и и в этом и в этом смысле любое образование под подозрением а гуманитарная искусствоведческая историческая какой-нибудь вот двойне а одна вещь о которой гиблин не писал но которые напрямую но которая видимо подразумевалась им и стала очень важно потом это то что мало того что такой вкус существует он еще придает классом хищников определенную легитимность то есть мы не просто считаем что у некоторых людей дорогие ложки мы считаем что у некоторых людей прекрасные ложки но когда мы видим что кого-то прекрасные ложки мы думаю что наверное эти замечательные люди у которых есть тонкий вкус позволяющим выбирать прекрасные ложки свойства ложек прекрасное переносятся на людей и мы начинаем оценивать их как возвышенных утонченных и в разных отношениях достойных в этом смысле стяжательская культура диктует каноны вкуса исключающие бедных и одновременно наделяющих богатых определенной степени легитимности мы смотрим на них и думаем какие замечательные интересные разносторонние люди специалисты по древней ассирийской поэзии да еще и ложки у них красивые неудивительно что они так богаты а логика которая в действительности в объективной природе вот со стороны богатства приобретаются то что потом воспринимается как хороший вкус праздность которая воспринимается как образованность а мы внутренне мысленно прочерчиваем про про кучу в обратном направлении мы думаем какие прекрасные люди а еще и богатые но неудивительно а исторические процессы которые привели к появлению такой культуры это массовизация смысле появление общества с очень высокими уровнями мобильности до определенного времени а большая часть людей должна была ну могли предвидеть что они проведут всю свою жизнь в одном единственном населенном пункте собственно для америки известны подсчеты несмотря на статус страны переселенцев большая часть америка американской родились уже в америке скорее всего умирали в америке в том же самом городке небольшом городке и даже в том же самом доме и постели которые они родились несколько десятилетий назад еще где-нибудь в 1880 году локальные элиты были очень стабильными разные городки в новой англии или тем более в южных рабовладельческих штатах имели элиты которые они перемешивались с другими даже в соседних городках на протяжении иногда целого столетия могли проследить свои генеалогии примерно как европейской аристократии необходимости в том чтобы показывать друг другу какому кругу они принадлежат у них было очень ограничено все в общем в этом мире так знали кто принадлежит какому кругу то же самое будет касаться большинства аристократии герои льва толстого если мы берем войну и мир тоже в общем не очень нуждались в том чтобы друг другу транслировать какие-то сигналы показывающие как высоко или как низко они стоят в аристократическом обществе потому что все знали в этом аристократическом обществе друг друга а это становилось актуально если они вдруг уезжали в европу или кто-то из европейцев попадал к ним вот это могло быть тогда важно но в целом это была очень стабильная система где позиция каждого было задано с рождения редко менялась а но на рубеже 19 20 веков начинается движение которое оно разумеется было всегда но очень быстрее лучше это если на америке поэтому я киваю на американцев в америке мобильность сильно возрастает приток грандиозный протоку мигрантов разумеется но и сами американцы которые коренные американцы смысле родились уже в америке а они тоже начинают двигаться гораздо быстрее чем двигались раньше они движутся во всех направлениях приезжают другие части страны и в этом смысле локальные общества которые были до того очень важным распадаются появляется одна такая вот появляются такие горизонтальные слои которые охватывают всю америку идите чем важно каким-то образом транслировать какому кругу вы принадлежите на языке сигналов а считываем их людьми из которых которым вы незнакомые у вас даже нет общих знакомых вы не можете этих общих знакомых сослаться когда предмет того что это вы люди одного круга вынуждены показывать это какими-то сигнальными сигналами эти сигналы достаточно универсальным должны пониматься от моря до моря ну и желательно в европе тоже собственно в европе происходит многие достаточно похожие вещи потому что действительно городские слои расширяются вот эта схема в то же что в российской империи очень узкие аристократические огромные крестьянские массы к ним дополняются много-много-много других слоев и в этом смысле какие-то сигналы показывающие социальную принтерлежность становится очень актуальными а вторая линия которая привела к появлению современных статусных культур надо было говорить на нее про нее на самом деле раньше она связана потому что она проявилась раньше а она связана с общим движением от традиционного господства традиционной легитимности к более современному формах в средневековом обществе никого не удивляло что более родовитый более богат и живет в замке в то время как менее родовитый не имеет практически ничего кормит того который живет замке и вынужден зимовать хибарь это воспринималось как более-менее естественный порядок вещей понятно что чем дальше тем менее порядок воспринималось как естественный после эпохи революции он уже выглядел совсем неестественным и те кто все-таки продолжал жить замком нуждался по какому-то постоянному обоснование том чтобы демонстрировать что они живут замках не потому что их предки были успешными хищниками это вообще вышло из моды а в том чтобы показывать что они тоже трудятся в поте лица своего и в разных отношениях они полезные члены общества даже желательно еще при этом не обычные не такие как все а получше в смысле внутренних качеств более умные более изысканные более воспитанные более утонченные а собственно возможность центральной или одной из центральных фигур в этом движении описано многократно в истории искусства был козима медича я не уверен как всегда когда мы фигуру концентрируем историю на фигуре какого-то героя оказывается что мы долгие исторические процессы хлопнули я получилось что все неправда но в случае с козима медичи есть некие основания считать что он действительно был очень важный и очень центральной фигурой в этом движении метичи был в разных отношениях любопытным персонажем он практически установил режим своего семейства флоренция при этом в отличие от большинства тиранов в италии своей эпохи он не захватывал а у не захватывал властью то есть институт остались прежними просто он контролировал выборы которые там проводились такие таким образом что все везде оказывались его люди таким образом изобрел управляемую демократию и воплотил ее в жизнь а вторая вещь который он воплотил воплотил он создал прообраз первого открытого публичного музея он создал галереи а он покровительство людям искусства причем самым разным он как-то вот находился с этими сложными характерами общий язык и с одной стороны он видимо действительно было очень утонченным человеком с развитым воображением и широкими интересами а с другой стороны в этом был явный политический расчет он видел своих детей и свою семью европейской монархии но он был плебеем он вышел из плебеев типа никогда не признали бы его как равного но уметь и чем было однозначное послание мог транслировать следующим образом да посмотрите вот эти люди утверждают что их прапрапрапрапрадедом был карл великий они варвары а я читаю по на греческом по латыни и сам перевожу на итальянский а сын мой складывает отличные стихи я разбираю живописи я наследник античности не эти люди а это послание было воспринято недалеком будущем после медичи при всех европейских аристократических дворах придворное общество осваивают эту идею и начинают ее каким-то образом воплощать придворная культура это тот мир в котором как раз впервые обладание хорошим вкусом становится принудительно то есть вы не у вас нет выбора разбираться или не разбираться в литературе вы вы должны у вас нет выбора а бывать или не бывать в оперном театре вы обязаны чтобы считаться людьми определенного круга не только богатство тем более что богатство в этих обществах аристократии постоянно сокращается но и вот блеск воплощающийся в вкусе я я увлекся рассказывать своим любимым персонажем кто-нибудь будет показывать мне пальцы когда нужно да я могу показывать на самом деле нас порядка еще семи десяти минут на именно монолог но в принципе у нас потом есть часть которая продолжает до выступления в рамках обсуждения поэтому если какие-то вещи кажется окажутся непокрытыми кажется что можно их будет потом до раскрыть скажем да очень хорошо таким образом а для того чтобы быть хорошим вкусом объект должен быть дорогим если мы верим в библиону мало доступным для человека с улицы при этом он не должен восприниматься как таковой это создает должен вместо этого выглядеть как если бы обладанием или умение если это не предмет а какая-то практика умение воспроизводить ее свидетельствовала о душевных качествах весь этот по мере массовизации нарастает еще одна проблема для тех кто обладает всеми такими сигналами и хотел бы чтобы их воспринимали в этом ключе а проблем подделки любые символы могут быть каким-то образом угнаны любые символы могут быть присвоены если они тем более не выглядят как если бы как символы прежде всего богатства присвоены употреблены людьми которые на самом деле не принадлежат к тому кругу для блага которого эти символы были изобретены и в каком-то смысле чем здесь известная дилемма чем более какой-то символ или сигнал свидетельствует о исключительных душевных качествах своего обладателя чем легче он угоняется более того же позднее канада американский социолог эрвин гоффман пишет про символы классового статуса и утверждает что для их функционирования нужна особая категория индивидов когда он называет их курирующая группа курирующая группа это специалисты по производству символов которые производят их например какие-то эстетические объекты и учат своих клиентов ими пользоваться в смысле транслирует какие-то навыки образования распознавания этих объектов оценивание как прекрасных а проблема с курирующей группы если мы считаем что обладание объектом или умение разбираться в живописи алкоголе чем угодно свидетельствует о тонком вкусе то люди которые транслируют и знания стоят на ступеньку выше чем те кому они их транслируют а курирующая группа возникает тогда же придворных обществах и быстро оказывается весьма противоречивой роли а вот все эти художник которым покровительствует медичи выражают свое почтение они на самом деле вот в момент когда они появляются они еще обслуга то есть у всех вовлеченных в этот процесс нет никаких иллюзий по поводу того что люди искусства титаны возражений возрождения обслуживающие европейские дворы это ну такие вот кто-то делает седла кто-то делает оружие кто-то пишет портреты но ясно что это все это обслуга однако поскольку вот эта конкретная форма обслуги как будто транслирует своим клиентам очень важные душевные качества оказывается что они приобретают все более более странный статус они безусловно не принадлежат к истократическому кругу они как правило не особенно богат при этом они считаются носителями высшей духовной культуры и сами на себя смотрят пример таким образом то есть появляется неудовлетворенная богема которая по своему культурному статусу символическому статусу занимает самые верхние строчки а по своему экономическому или политическому а при довольно достаточно низкие в 19 веке этот конфликт разводится в полный рост ну и мы с ним с вами наблюдаем его плоды или какие-то результаты и и сегодня золотой век снобизма в котором в относительно но новые европейские времена а в котором культурная иерархия идеально соответствует классовый настолько насколько на ее вообще соответствует это видимо 50 год 20 века для опять же западных капиталистических обществ советский союз отдельные истории а вот 50-е годы по может быть вам попадал такой большой плакат который показывает разные уровни это называется брау уровень бровей на английском языке есть highbrow есть lowbrow есть что-то такое между ними а и вот там показаны четыре уровня и этим четырем уровнем можем проследить как в америке 50-х годов эти группы отличаются потому как они одеваются потому что стоит у них дома какая структура у них в саду какие книжки они читают какие светские игры они играют какие напитки они пьют если это какой-то прием или вечеринка вот почти все что мы можем вообразить сортируется по этим самым культурным слоям и действительно корреляция видимо достаточно высокая то есть потому сколько денег x получает мы можем сказать что там лежит на прикроватном столике просматривается какие журналы просматриваются перед сном это могут быть комиксы и комиксы это в тот момент безусловное дно а или это может быть европейская литература а желательно на французском языке и почти все что угодно французском языке это безусловно самый верх культурной иерархии а потом наступает 60 после которого это прекрасная культурная иерархия начинают разрушаться а с одной стороны предметы которые демонстрировали собственно богатство классическое библиновское демонстративное потребление видимо быстро выходит из моды а или вернее они выходят не выходят из мод они не выходят из моды в отношении двух категорий то есть есть вот такой если мы представим себе распределение по богатству это всегда не гауссово распределение представлять себя колоколообразное а вот такое вот очень сильно скошенная в одну сторону всегда средний доход значительно выше чем медианы доход значит и есть очень богатые и это люди которые покупала прижним покупают яхты и виллы большинство из нас возможно с ними не встречались а никогда в жизни не встретятся вот там есть какой-то мир которым где людей часы с алмазами и собственные виллы и моем чем не узнаем библиновское демонстративное потребление она выживает где-то там но большинство людей просто не волнует есть какие-то слои в которых потому что все остальные могут купить что-то из этого в кредит но довольно малую часть а есть люди которые не идут кредита это дно этой иерархии а между ними как правило большинство если мы имеем дело с относительно благополучным капиталистическим обществом в котором кредит можно купить ну небольшую яхту можно купить но дом но не сразу не яхту и дом а и безусловно часы с бриллиантами если вам очень хочется вы тоже купите и вот в этом мире люди при чеса с бриллиантами любой отдельный символ достатка потеряет свою привлекательность то есть такое прямолинейное материальное потребление она приобретает несколько иной смысл она сортирует людей на сортирует людей по-другому здесь на одной стороне оказывается люди которые пытаются подорожать богатым несмотря на то что у них для этого нет шансов именно потому что нельзя закануть все дыры если уж вы взяли в кредит и купили часы с бриллиантами вам точно не хватит даже на самую мелкую яхту если есть яхты то не хватит на часы с бриллиантами а если вы решили купить шубу то скорее всего мех будет искусственным а если вы думали обзавелись золотой цепью то цепь будет тонкая или золото опять же поддельным а так вот культурная иерархия она между людьми которые несмотря на то стараются угнаться за очень богатыми и те кто демонстративно не старается этого делать и старается наоборот не попасть на том что они хоть в каком-то смысле завидуют или пытаться пытаются имитировать тем кто находится наверху этой самой иерархии а культурная иерархия которая как бы достраивает вот это имущественно есть иерархия соответственно где на нижнем внизу оказываются все кто пытается выглядеть богатым не имеет для этого ресурсов а наверху оказывается те кто пытается не выглядеть богатыми и всячески убедить окружающих что они никогда не пытаются и не очень этого хотят потому что они выбираем михаил михалыч время у нас подходит концу совсем прям но мы очень хотели бы продолжить дослушать в общем ваши мысли в процессе беседы но нам для этого нужно буквально три минуты паузы для того чтобы ребята вынесли дополнительные кресла да и для того чтобы мы могли возможно немножко как раз замешать наш возможно такой отчасти дилетантский дизайнерский взгляд и вот вместе с вашим чтобы у вас поспрашивать какие-то вещи которые очень поверхностные наверняка покажется для вас но которые вот кажутся интересными нам